1,5 километра под землей на самом настоящем и супер секретном заводе. Класс! 825 ГТС – сверхсекретный объект времен Советского Союза. Гидротехническим сооружением, конечно, его можно назвать, но на работу сюда приходили не те инженеры, что строят плотины. Даже семьи этих специалистов не знали, чем их мужья занимались там под землей. Да и вообще знали ли, куда они идут на работу? Ну а сейчас весь загадочный комплекс открыт и работает как музей. Правда, доля секретности все равно остается. Снимать видео, например, запрещено. Эх, извините, но я не всегда соблюдаю правила. Так, придется шифроваться. Перенесемся во времена Холодной войны. Ядерное оружие изменило мир. А после Японии следующей угрозой Штаты вполне могли посчитать Советский Союз. Поэтому страна полным ходом готовилась к потенциальной атаке. В 1954 году в Балаклаве начали строить противоатомный подземный комплекс первой категории устойчивости. Еще через три года город лишили его статуса и сделали районом Севастополя, конечно, закрытым. Въезд был возможен только по специальному разрешению. 1961 год. Объект построили. Сразу же органы госбезопасности изъяли всю документацию. Комплекс был укрытием для подводных лодок и экипажей, судоремонтным заводом с сухим доком, имел минно-торпедную часть. Ремонтно-техническая база позволяла охранить и подготавливать к эксплуатации ядерные боеприпасы. С такой инфраструктурой можно было полностью изолировать лодки от внешнего мира, а в случае ядерной атаки укрыть еще и до тысячи человек. На всякий случай здесь построили систему очистки воды и регенерации воздуха, вентиляционные фильтры и хранили запасы продовольствия. Даже аппараты с газировкой стояли. Все практически как в городе, но только вместо неба бетон. Зато в этом убежище можно было жить до 30 дней. Жутко, конечно. Идешь по коридорам, а вокруг подобные надписи, стрелочки. Все напоминает об угрозе. Это место произвело на меня огромное впечатление. Экспозиция, экспозиция. Я-то не историк, но в таких музеях не столько интересна выставка, как сам объект. Только представьте, весь секретный комплекс прорыв в горе. Над нами сейчас больше 120 метров породы. Одеваться надо потеплее, потому что мы находимся под землей, над нами 100 метров горы. Здесь довольно прохладно, около плюс 15, два суток. Вокруг железобетонные стены толщиной от 1 до 5 метров. Прочность сооружения позволяла выдерживать прямое попадание ядерной бомбы в 5-7 раз более мощной, чем сбросили на Хиросиму. Ходишь здесь и мурашки по коже. Все это не декорация к фильму «Апокалипсис». И не просто музей, а это реальность целых десятилетий. И они не совсем далекое прошлое. Пока сюда подвозили ядерные боеприпасы и ремонтировали здесь подводные лодки, родились и ходили в школу, например, мои родители. После распада Советского Союза Украине комплекс не пригодился. Долго все это стояло без охраны. Трубопроводы, кабели, емкости и все, что было металлического, конечно, разграбили. По сути, остались бетонные стены и многотонные герметичные двери в убежище. Уже в нашем веке решили. Нехорошо, мол, чтобы такой интересный объект пустовал и был приютом бомжей. В 2003 году сверхсекретный объект 825 ГТС открыл двери как музей. Экспозиция пока не богата, но ее пытаются собирать и расширять. В одном из залов, например, уже сейчас можно почувствовать себя подводником. Этот экспонат можно не только трогать, но и залезть в него. Это ствола-то, конечно. Но некоторые экспонаты трогать все-таки нельзя. А я вот что вам скажу. Даже без интерактива и без выставок это место потрясающе крутое. Целый подземный военный город. Там кажется, будто ты оказался внутри какого-нибудь фильма. Выходишь на улицу и тоже поражаешься. Еще больше. Где все эти каналы для подводных лодок? Огромные коридоры и тысячи квадратных метров в помещении завода и хранилищ. Очень крутой музей. Вот если посмотреть налево, то там гора, это та гора, под которой все это и находится. Представляете, раньше думали и о том, что вход нужно маскировать из воздуха. Для этого построили железобетонный навес. Сверху наставили ему лежи домов и деревьев. Мол, улицы тут жилые. Никаких подводных лодок, никакого ядерного оружия. Что вы, что вы. А со стороны моря, там где в него выходил канал, соорудили батапорт. Это такой плавучий гидротехнический затвор. Его скрывала специальная сеть, окрашенная под цвет окружающих скал. Говорят, с близкого расстояния подвох оставался незаметен. А тем на противоположном берегу вообще не на что было рассчитывать. Сама же Балаклавская бухта в маскировке практически не нуждалась. С моря вход в нее почти не виден. Проверим! Поедем на тот берег. Ого! Целая парковка яхт здесь. Неплохо живет Балаклава, видимо. А вот и наш капитан. Отправляемся на морскую прогулку. И будем со стороны открытого моря высматривать Балаклаву. По правому борту у нас тоннель в горе. Это вход в тот самый секретный объект. По левому борту милые гостиничные комплексы. На горе руины крепости Чембало. Ее возвели генуэзцы. Самые древние постройки из тех, что сохранились до наших дней, датируются 14 веком. После неудачной реконструкции несколько лет назад башня обвалилась. Начали реконструировать опять. В октябре 2015-го она все еще была в строительных лесах. А мы тем временем вышли в открытое море. И что же видим? Одни лишь скалы. Бухта словно исчезла. Надеюсь, наш капитан знает, где эти секретные холмы, между которых нам возвращаться в Балаклаву. А вон там еще один тоннель в горе. Оттуда, видимо, выходили подводные лодки из этого секретного ГТС. Вот там, где две скалы сходятся буквой В, вообще выход в море. Но отсюда его не видно. Точно так же Балаклавскую бухту не видно и с моря. Потому что оттуда, мы там были, проверили, и кажется, что просто скала и все. Да, удивительное место это Балаклава. Она невидима с моря, прячется среди горы, будто закрылась от остального мира. Загадочная и немножко даже мистическая. Природа словно специально создала ее для тайны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова